Приветствую вас, друзья. Этот ролик предназначен для молодых. Досмотрите до конца и задумайтесь. Сегодня, слушая сводки с театра военных действий между Израилем и Палестиной, я вот о чем подумал. Очевидно, мир все больше погружается в войны. Фактор военной силы становится решающим. В этих условиях отдельные малые страны становятся легкой добычей больших стран. А это значит, что мощный военный потенциал страны это и есть залог спокойной и мирной жизни. А теперь вопрос, может ли маленький Кыргызстан самостоятельно обеспечить себе этот потенциал? У нас есть свой военно-промышленный комплекс, производящий оружие и амуницию? Нет. А есть предприятия, поставляющие сырье на эти военные заводы? Тоже нет. А есть ли у нас опытные боевые кадры, прошедшие горячие точки и имеющие реальный опыт ведения современных боевых действий? Боюсь, что нет. Я не специалист в военном деле, хотя и служил в армии. Но даже я понимаю, что у таких стран, как Кыргызстан, военный потенциал всего на несколько дней или недель активных боевых действий. И если у противника окажется больше ресурсов, то все, поражение со всеми вытекающими последствиями. Это только некоторые таксисты, да ура патриоты, на словах могут захватить Китай, Россию и даже весь мир. Думают, если пару раз камнями взяли наш дом правительства, значит, одолеют и танки с ракетами. В реальной жизни все обстоит несколько иначе. Одно дело в сети кричать о боевом духе, другое дело взять в руки оружие и реально идти воевать. Возникает резонный вопрос, как нашему Кыргызстану обеспечить себе безопасность. На мой личный взгляд, просто не нужно дергать судьбу за усы. Нужно следовать здравому смыслу. А это выглядит примерно так. А. Налаживать дружественные и партнерские отношения, в первую очередь, с соседними странами. Объединяться с ними в союзы в разных сферах, ибо только теплые отношения с соседями дают уверенность в безопасности и стабильности. Б. Обязательно нужно надежное партнерство с Россией, ибо только Россия может выступить в качестве авторитетного регионального арбитра в спорных вопросах. Почему Россия, а не Америка, Турция или Китай? Допустим, мы вступаем в военное партнерство с США, но США враг России. Об этом открыто говорят американские политики, и мы это наблюдаем по мировым событиям. А если мы вступаем в военное партнерство с США, значит мы автоматически становимся врагами России и становимся для ее вооруженных сил законной целью. Очевидно, что в этом случае вместо безопасности мы получаем реальную угрозу быть втянутыми в войну с Россией, как это случилось с Украиной. С Турцией то же самое. Военное партнерство с Китаем для Кыргызстана тоже маловероятно, даже не столько по геополитическим, сколько по языковым соображениям. К тому же у России огромный опыт исторических военных побед, чего у Китая и США точно нет. А Турция воевала с Россией 12 раз и все войны проиграла. Очевидно, что учиться у победителя более логично, чем у побежденных или тех, кто не побеждал. Исходя из этого, мы должны наращивать военное сотрудничество именно с Россией, перенимать ее боевой опыт и вооружение, создавать с ней единое оборонное пространство, потому что, если вы настоящие патриоты и если вы, молодые, желаете нашей стране мира, стабильности и процветания, а не ввергнуть ее в войну за чужие интересы, просто задумайтесь, нужна ли нам ненависть к России, кому она выгодна и к чему может привести. Очень надеюсь, что вы задумаетесь и примете правильное решение. На этом все. Поделитесь этим видео, поставьте лайки и подпишитесь на мой канал. Впереди еще много интересного. С вами был я, Нур Исмаил.